МОТИВАЦИЯ Мы примели решение перепоручить свою жизнь и свою волю за работе Бога, как мы его понимаем. То есть, ну, смысл в том, чтобы перестать контролировать себя, ситуацию других людей и просто перепоручить результат Бога. До этого я работал над здравомыслием и еще над этой проблемой. Ну, как-то я их прописал и решил. Ну, я так думаю, что решил для себя, потому что они у меня работают. А вот на этом третьем шаге я остановился. Ну, не знаю, то ли мотивация хватает, то ли сила, то ли вена, может быть, условно. Может быть, это просто мое своеволие. Ну, я своевольный человек. Может быть, просто какая-то трудность или непонимание, и я остановился. Еще отговорки, да, почему я не хочу этого делать, да, хотя я начал писать, я ответил на два вопроса. Они показались мне смешными, но это, опять же, просто своими. Спасибо. Ты по 12 шагам работаешь, да? Совершенно. Как сейчас себя чувствуешь здесь? Я волнуюсь. Ну, неприятно сейчас это чувство. Неприятно? Приятно. Приятно. Хорошо. Давай просто побудем, как-то настроимся так, чтобы в тишине... Ну да, вот. Это опасно. Почему? Ну, я не люблю тишину. От чего бежишь? Когда мне было три года, я засунул мамину шпильку в розетку, у меня отдыхал током. Я год не разговаривал вообще, и год заикался, и я боюсь на тишину. Ну, мне тяжело оставаться наедине с собой. Не станьте со мной пока. Хорошо. Побудь со мной просто. Хорошо. 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 Давай-ка. Хорошо. Хорошо. Только выходи нашли, остались здесь. Поздно. Ах, что? Пожалуйста, дай мне. Не стоит. Михаил сейчас очень много делает для вас это, но мы не по времени, не по вашей решимости не можем, а для вас он очень много делает сейчас. Итак, ты со мной? Да, сейчас, да. И что в третьем шаге еще раз озвучить? Прямо озвучить, только неспешно, очень спокойно. Мы приняли решение перекручить свою жизнь и свою волю, заботе Бога, как мы его понимаем. Мы в высшей силе. Я не знаю, что такое Бог, я знаю, что такое для меня высшая сила. Высшая сила, все ли находится под контролем этой высшей силы? Или какие-то части высшей силы контролируют нашу, какие-то восприятия этой высшей силы? У меня, знаете, какое? Ну, то есть, я иногда прям вижу ее проявление, да, допустим, через какого-то человека. Ну, что-то хочет мне сказать, да, либо просто через какую-то ситуацию. Я раньше об этом думал, просил Бога мне сказать об этом, вот она ситуация. А иногда я просто, ну, не путаю, а... Ну, мне удобнее думать, да, что это просто стечение обстоятельств, чем просто проявление высшей силы. Ну, как-то так. Ты можешь то, что в этом шаге сказано сделать прямо сейчас? Прямо сейчас? Только на момент, пока мы с тобой сидим на тексту, перекручить? Все. Ну, это как раз первые два вопроса, да. Могу ли я принять решение на сейчас? Вот, да, вот на сейчас. Видишь, я ничего про это не знаю совсем. Ну, это второй вопрос как раз от решения. Да, Тони. Готов ли ты принять решение на какое-то, да, пусть минимальное, вот именно на сегодня, на сейчас, на настоящий? Вот на сейчас. Пока наши вот эти мягкие места, да, так очень плотно в единстве со стульями находятся. И мы с тобой в контакте. Ну, да, я бы готов принять решение сейчас. Остаться и продолжать разговор, вне зависимости от того, что реально тяжело сейчас. Уже стало тяжело. Ты сказал, что это во мнениях хорошее начало? Ну, сейчас это уже нервозность. Хорошо. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Вопрос возникает у меня, когда мы находимся в теле, в опыте, и в опыте переживания Духа здесь, сейчас, то вопрос возникает, мы здесь, с нами все в порядке. Вне зависимости, перепоручаем мы жизнь высшей силе или нет, с нами как-то все в порядке вроде. Ну, когда мы пытаемся контролировать, да, и живем в наших иллюзиях, то, что я контролирую, да, ну, такое приятное чувство, там, жить в своих иллюзиях, и раз ты принимаешь решения, там, теряешь их, да, теряешь иллюзию контроля, там, ситуации... Подожди, остановись, ты очень спешишь. Ты сейчас подключил... То есть, было же, смотри, хорошо очень в теле, да? Да. Даже стало уходить. Но ты вспомнил вопрос, и ты подсоединил область, из которой приходит мышление на эту тему, и опять себя взбодрил. Я хочу найти какой-то ответ. Оставайся в дыхании, просто и в опыте, просто присутству. Есть ты, есть я, вот как некая очевидность. То, что я не иллюзия, можно меня потрогать или убедиться. Да, 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 очень хорошо. И кроме меня, и тебя, и нашего присутствия, больше ничего нет. Так, чтобы это было очевидно. Чтобы можно было дотянуться. Вопросы все равно, я не знаю. Так, от которой я не начал. Оставайся внутри, оставайся с собой, с дыханием, с телом, со мной. Спасибо. 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 Что все явления, все внутренние переживания, это как кнопки на клавиатуре. что-то нажимаешь, что-то и получаешь на мониторе, внутри опыта в этом сознании. А если я позитивный, то я буду нажимать кнопки? Нет. Это неплохо. Это неплохо. Между так называемыми привычными кнопками, да? И то, что ты называешь позитивными, ты даже отсюда не можешь знать, какие позитивные, какие негативные, пока ты не войдешь в это состояние, где нет никаких кнопок, но есть ты. Если мысли нет, ты же есть. Ты думаешь мысли, и мысли будут у тебя. Если ты думаешь мысли, значит, ты вполне можешь сказать мысли, чтобы они, как хорошую слуга, подождали 20 минут, пока ты просто есть. В словах это все. Что сейчас трудно? Сейчас я с вами не трудно. Значит, ты станешь зависимым от меня. Не станешь, я знаю. Не позволю. Сам себе не позволю. И ты не позволишь себе. Но ты, ну вот как в момент, пока мы присутствуем здесь, я могу нас сонастроиться на эту тишину. Ты сонастроишься на эту тишину. Если мы сонастроены на тишину, мы вместе одно. Мы находим то измерение в нас, которое никогда не рождалось, которое никогда не уйдет. Для осознания тяжеловато. Абстракция, понятно. Возвращаемся в опыт. Просто присутствие. Сейчас это же легче как-то. Сейчас уже просто знаешь, что ты делаешь. Просто в половине тишину. Спасибо. Сейчас работает правило стоп на мысли. Возвращаюсь к твоему вопросу. Но продолжай, не выскакивай в меня, а продолжай оставаться вот с этой тишиной в контакте. Ты слушаешь меня, но ты сначала с собой, а потом со мной. Если ты перестаешь быть в контакте с собой, ты меня не слушай вообще. Это не имеет смысла. То есть подрел ниточку с собой, можно вообще даже закрыть глаза и вернуться. Я подожду. Хорошо. Вот это выражение «высшая сила» или «Бог как меня понимает», да? Я просто по поводу твоего третьего шага. Я бы его сам не употребляю, если бы ты не спросил меня об этом. Это где? Ну, «высшая сила», да? Да. Ну, везде, наверное. Ну, мне удобнее думать, что она везде. Скорее так, то есть в каждом из присутствующих здесь. Где точка отчёта твоей Вселенной, твоего мира, в котором ты живёшь? Ну, наверное, внутри меня. «Высшая сила» где? Тоже внутри меня. Ну, «высшая сила» под контролем твоим умом или нет? Нет, она не может быть моим контролем. Раз, она выше. Ну, она… Она любящая, она… Ну, интересно. Ну, нет, она будет под контролем. Ну, то она и выше. Он будет под контролем. Это правильно. Ну, а как обидится? Из ума. Всё ж нормально. Как быть? Ты есть. Довериться высшей силе этой идее. Во втором шаге ей доверился. Я доверился в плане того, что она есть, я её вижу, я её чувствую, и я знаю, что она меня любит. Так. В третьем шаге речь идёт о моих дефектах характера, да, тех, которые, ну, не дают мне возможности отпустить, да, какие-то ситуации. А ты пытался с ними работать с этими дефектами? Ну, в том-то и дело, что пытался с ними работать. А у тебя не получилось? Я… Я… Я толком ничего не делал, я только начал. И… Да. И я остановился, потому что… Потому что начал искать отговорки «не делать». Потому что, в принципе, можно элементарно делать понемногу, там, в течение небольшого времени даже сказать. Я начал искать отговорки «у меня будут работы». Ну, останавливайся, останавливайся, смотри. Есть то, что называешь «вышей силой» или то, что «покой и тишина». Вот сейчас мы остановимся. Ты остаёшься с этим и в центре всего. Ты можешь оттуда смотреть на свои дефекты. Если ты смотришь оттуда, из этого измерения на свои дефекты, тебе ничего не нужно менять. Всё, всё меняется само у тебя на глазах. Потому что находишься в центре мироздания. То есть видишь со стороны свои дефекты характера? Ты видишь из центра, а не со стороны. Просто видишь их появление, да? Да. И с ними ничего не нужно делать? А кто будет делать? Ну, я. А кто я? Ну, я должен работать со своими дефектами характера. Ещё раз. Не строимся на этот пространство тишины. Я уже не расходу тишины. Есть. Смотри сейчас на дефекты. Просто смотри. Не выдумывай. Просто смотри. Не выдумывай. Просто смотри. Просто смотри. Просто смотри. Не выдумывай. С этим, из чего ты смотришь? Оно будет завершать эту работу. Да, это моё. Да. Оно будет завершать эту работу. Я смотрю на это, это моё. Это моя часть. Ну, когда ты смотришь на это из центра, да? Да. Нет, ну так. Ты ощущаешь это как гораздо... Знаете как? Ты уже видишь не проявление этого, как конечный какой-то результат. Ну, а просто видишь это, что это есть. И что это возможно там. Что-то будет в дальнейшем делать. Исходя из вопроса, который ты задал, когда я сюда пришёл, как сейчас? Ну, это просто моя лень. которую я вижу и принимаю в себе, наверное, так. Лень и страх. Вот два, наверное, основных момента. Отсюда ты видишь, что это лень и страх? Да. И сейчас ты не являешься ни лень, ни страх. В настоящий момент здесь сейчас нет. Тогда кто ты? Я человек. Иди глубже. За пределами своей человечности кто-то. Я не готов это сказать. Ты не говори. Просто знай это. Мне это тяжело. Тяжело что? Даже... Не то что признать, даже понять это тяжело. Так не надо понимать. Потому что как только ты это назовёшь и поймёшь, твой ум схватит и превратит это в идею. Да. Тебе не нужно это понимать. Просто знать об этом что-то. Ты об этом знаешь и это будет твой дом. Это будет твой дом, когда ты можешь возвращаться. Для того, чтобы отдыхать от так называемого себя. И отсюда ты будешь смотреть на всё. И это совсем другая точка зрения. Не со стороны, а из сердца. Это достаточно? Да. Спасибо. Спасибо.